Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. Я бы хотел попросить вас, друзья, чтобы вы все-таки попытались найти в нашей системе, в нашем проекте, во мне лично, в моих роликах недостатки. Не надо кричать там, типа, ты выглядишь плохо, ты разжирел как свинья, небритый, чухан, кто ж такие майки носит в наше время и так далее. Ну, это не конструктивная критика. Могу даже заблокировать. Ну, не всех, конечно. Но я бы хотел, чтобы вы находили какие-то изъяны. Любой недостаток — это возможность улучшения. И очень я хотел бы, чтобы вы постарались в плане вот этих 4 плюс 1 неделя, 5 недель английского языка. Мы знаем, что это, во-первых, дает возможность здорово повышать английский язык. Во-вторых, это дает возможность всем членам вашей семьи, родным и близким, тоже заниматься, будучи за вашими плечами. Да нам плевать, хоть будьте и на камере, какая разница. Больше нам славы и авторитета. Мы знаем, что это делается для того, чтобы получить визу. И это не что-то такое гаденькое, пудленькое, что мы пытаемся делать за спиной у департамента иммиграции. Мы открыто говорим о том, что есть комплайенс. Комплайенс может быть глупый, комплайенс может быть мудрый, но это комплайенс. И мы должны соответствовать требованиям департамента иммиграции и одно из требований показать, что ты имеешь желание учиться. Ты это доказать должен. Что ты выбрал Австралию не случайно для своей длительной визы. И этот короткий срок, пять недель, это срок обучения в Австралии. Это австралийское учебное заведение. И это Lloyd's College. Потому что, когда вам скажут «Объясни, Вася Пупкин, а почему ты выбрал Lloyd's?» Вот некоторые считают, что Lloyd's не самый хороший колледж. А вы говорите, «А вы знаете, я учился в этом колледже. Я учился в этом колледже пять недель. Во-первых, это было абсолютно человеческое отношение ко мне. Никто не жадничал. Мне давали материалы в любом количестве еще до того, как я начал учиться. И после этого, до самого приезда в Австралию или подачи на визу, я получаю эти материалы. Это здорово, здорово помогает мне в моей учебе. И это compliance. И, соответственно, у департамента иммиграции больше оснований дать вам визу. Это очевидно, потому что над человеком, который является вашим офицером, который принимает решение по вашей визе, стоят проверяющие. И проверяющие скажут, вот почему ты Василию Пупкину дал визу, а вот Даша Кораблева визу не дал. Объясняя, потому что Василий Пупкин сделал то-то, 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 то-то. Меня не интересует, что мотивировало Василия. Официально департамент иммиграции имеет вот такие критерии. И студент, и его агенты учебного заведения должны понимать требования. Им не обязательно знать вообще глубинный смысл этих требований, но эти требования есть, этим требованиям надо как бы соответствовать. вы смотрите на нашу систему с третьей точки зрения. Первая точка зрения меня как агента. Я пытаюсь посмотреть на это как студент, как бывший студент, но понимаете, когда ты переродился и когда ты стал агентом, вот то прошлое, оно уже не очень, оно блёрд, оно затуманено. У меня сейчас взгляд человека, который, во-первых, агент, во-вторых, организатор. Понимаете, я организую. Всё, что сделано, было сделано вами и мной. Это мы организовали эти курсы. В основном я, потому что я просто сформулировал ваши желания. Я знал, что вы хотите, вот конкретный пример того, как это сработало. Я знал, что вы хотите лишнюю неделю для классов, кроме Рика. сомневаясь, и резонно сомневались, я тоже сомневался. К счастью, оказалось не так, но мы сомневались, что качество там будет лучше или подобное качество Рику. Поэтому мы говорим, 4 плюс 1. Для Рика 4, для всех 4 плюс 1. Когда мы сделали 4 плюс 1 для других, менеджер, это её была добрая воля, она сказала, давай будем делать 4 плюс 1 и для Рика. Во-первых, мы не будем путаться, то, что люди переходят из класса в класс. Во-вторых, ну это по-честному. И в-третьих, это будет сегрегация, это будет как бы на показ, что Евгения, Тони и Дэвид хуже, чем Рик. Это не очень красиво смотрится в коллективе, и они это поймут. В итоге мне выгодно, мои студенты больше получат недели. Не в денежном. Я получаю комиссионную за сумму, а не за какую-то неделю учитесь. Вам это выгодно, понятное дело, вы больше учитесь, и соответственно вы показываете, что вы учились не 4, а 5 недель. Это кое-что значит. Для колледжа почти все равно, но сам факт доброй воли, сам факт, что вам идут навстречу, это вещь, которая психологически очень сильно напоминается. Поэтому мы уже как бы увидели, что можно сделать лучше. Меня интересует, что можно еще сделать лучше. Вас больше сотни человек, с людьми, которые члены вашей семьи, знакомые может быть какие-то, люди так или иначе с этим связаны, вас вообще очень много. Вы можете сделать, потому что вы будете давать совет, который выгоден вам. Ну, я думаю, что может кто-то даже и обо мне позаботиться, и о колледже тем более, но мне нужно знать, что можно сделать для того, чтобы была эффективнее работа. И не надо думать о том, что это будет бесплатно, и чем мы бы напрягались, и колледж, и я. Мы должны сделать так, чтобы, во-первых, те люди, которые конкурируют с нами, чтобы у них язык даже не поворачивался, это вот с вот этим клоуном, который у нас там в интернете, Австралия рулит, посмотрите, кстати, это клоунадо, но такие люди, конкуренты, у них язык не будет поворачиваться, более того, те люди, которые, дай бог, обратят на них внимание, то есть, вот они каким-то образом не обратили, я даже не знаю, на Мандаринкина и на Герасимова, но по крайней мере, они обратят на один, два, три, может быть, обратят, и они посочувствуют ему, выйдут на этот канал, и на этом канале, у этого агента, в этой системе, они увидят то, что они хотели бы увидеть. и соответственно, ваш совет повышает не только качество вашего образования и все, что последует за этим, ваш совет улучшает систему нашей работы, конкурентную способность мою, и дает мне возможность на основе, знаете, как минное поле, да, Майнфилд, вот эта вот игра, ты ткнул в какое-то место и тут же у тебя раскрылось очень много вокруг. Соответственно, ваши советы, когда они просто количественные, казалось бы, порой, ну, совершенно такие мелкие, но вкупе, в своей сумме они дают возможность найти какое-то новое решение. То, что я придумываю, это я придумываю, но это одна моя голова. Менеджеры, преподаватели, они в основном должны превращать в действительность то, что мы задумываем. Это не их задача задумывать. Они могут задумывать то, что выгодно им, а нам надо то, что выгодно вам. И, соответственно, если мы сделаем так, что это будет выгодно вам, это будет выгодно всем. Поэтому, пожалуйста, проявите свою, как говорят, соображалку, проявите свой критический склад ума, найдите возможности, во-первых, улучшения того, что мы делаем, а во-вторых, какие-то новые направления, что еще, по-вашему, мы могли бы сделать. И если мы это сделаем, вот, вы можете сравнить то, что было до группы Гагарина, и что сейчас группа Гагарина. Представьте себе, мы можем быть на таком уровне, который к нынешнему будет относиться, как нынешний к вчерашнему. И это будет замечательно. Так что я верю в вас, дорогие друзья, и жду ваших предложений. Спасибо. Спасибо.